Добрый вечер. Мы сегодня будем с вами обсуждать глава Китиса. Глава Китиса очень насыщенная глава. Есть там несколько легендарных тем, которые попытаемся коснуться к ним, потому что обсуждать их целиком для этого нужно больше, чем 45 минут, часа, и хватит просто времени. И это реально очень-очень серьезная тема. Может быть, с Божьей помощью в субботу обсудим еще чуть-чуть и еще глубже. Я подготовил три темы, которые я думал, что можно коснуться. Попытаемся с ним обсуждать, об них обсуждать. Первая тема, которую мы встречаем, это поль шекеля. Вторая тема, это мойка, которую готовили для священниковых храмов, для Куханин, перед службой. И третья тема, которая у нас есть, это грех золотой тыльца. Очень серьезный вопрос, который у нас есть. Поскольку, что по моим подготовленным урокам, поль шекеля очень связано с грехом золотой тыльца, мы начнем с мойки. Я попрошу вас открывать в тридцатой главе двадцатой пасук. После того, что Моше рассказывает, что надо делать умывальник, как говорит правильно лейб медный, для чего он нужен. Он говорит в тридцатой главе двадцатой пасук «Бе вой ом л ой ел моед». Когда они придут к ой ел моед. Что такое ой ел моед? Что это за шатер? Это три. А? Мешка. Правда. Давай почитаем еще чуть-чуть. Ирхатсу ма им вело йо мусу. Они должны обмывать руки. И если нет, они могут умереть из-за этого. О, или, вторая причина, почему, или когда надо делать обмывание руки и ноги. Бегиштом эла мезбеях. Когда они подойдут к мезбеях, жертвенник, для того, что служить, для актера и шела родиной. Когда они придут, ну, заниматься чем надо заниматься в мезбеях? Что это за или? То есть, ой ел моед, или мезбеях? Это что, ни одного и трожа, прям место? Где был жертвенник? Мезбеях, где был? Внешний. А? Ну, по внешней. Возле мешканов. Тогда давай говорим, что это такое мешкан. Шатер. Шатер. Шатер был построен из, можно сказать, трех частей. Был шатер, который накрытый, да? Он был разделен на двух частей. Святая святых и святое. А потом было вокруг определенный параметр ограждения. Внутри этого ограждения находился мезбеях, и находился жертвенник, и находился вот умывальник. Когда мы говорим о мешкан, мы говорим о вес, параметр. То есть, что, давай, давай разделим сейчас. То есть, мы видим тут в нашей посылке, в нашем приложении, типа или. Что это за или? То есть, есть какое-то место, которое надо сходить и обмывать руки. Или. Что это за или? Так, а мешкан, то есть, мезберак был не под открытым. А? Он не под открытым? От открытым, но под, за ограждением. Да, ограждение, но не шатер. Да. Да. Святая святая святых, это двух частей, да? Да. Внутри шатер, что было? Внутри шатер, был, менуга, был мезберак, золотой мезберак, для благовония, который мы тоже изучаем в этой главе. Стол для хлебов. Стол для хлебов, правильно. А святая святых, что было? Скажали. Да. А наружу, то есть, там было намного больше работы, чем внутри. Да? То есть, действительно, правильно, вы правильно говорили вначале, просто хотел, чтобы мы четко поймем. Мешкан, это вот сооружение полностью, сограждение со всеми. Шатер, это накрытое место. И он говорит так, когда они подходят к Оэль-Муэд, к закрытым помещениям, они должны обмывать руки, иначе умрут. Или, когда они подходят к Мезбех, зачем этого разделения? Можно сказать, когда они заходят к Мешкан, надо иметь руки. Ну, вопросы закрыли. Что это за или? И мы находим такое же без разделения. Посмотрите, в предыдущей главе, 28 главе, 43 пасук. После того, что мы учили, какие одежды должны одеть Коаним, глава священника в храм, главный Коан, и его соратники, то есть простые Коаним, и говорит нам, «Воиу аэрин убоноу, они должны битнедятэй, бэвуэам эл ой ал мой аэд, овэгиштом элэмэзбэйх, или какда они падходит к Мезбэйх, лэшорэс бакоидэш, вэллой, исэу овэйн вомэйсу». И если нет, они умрут, хукас эйлом, лои улазариях эрол. Мы видим тоже, это в раздилении. Видим это в раздилении. Есть таких, которые пытаются говорить, что разница в том, что если человек, Коан, решил заходить в шатёр, не для того, что служит, не для того, что коснуться благовония, или положить хлебов на стол, или для того, что поправить там свечей, просто хочет заходить туда, молиться. Да? Тогда он не должен обывать руки. Тоже самое, если человек просто гуляет территория мешкан, решил там находиться, почувствовать там более святость, даже никоген, Израиль простой, как мой, да, не как Кацман, как мой. Вот. может, и не надо обывания руки. Нам хотят, хочет говорить того, что когда вы хотите идти на службу, то вот это надо. Всё-таки есть разница в выражении, которое есть в нашей посуде, к предыдущей по одеянию. Кто-то может меня найти его? Где написано про смерть? Вот это наш ключ от ответа. Написано про умывальник, про умывальник. По умывальник. И там, и там написано про смерть. Но где он написано? Где он развлечён? Вот это угроза смерть. И они будут наказаны смертью от вечного закона. То есть получается, что в нашей главе написано так. Если они будут заходить без обмывания руки и ноги в шатёр, они умрут. Или в мешкан, когда они подойдут к мисбях. А там написано одновременно. Если они войдут в шатёр, или они будут коснуться к мисбях. И они будут без одеяния, тогда они умрут. Почему такая разница? Значит, получается, что не так просто пишут. Это в таком порядке. То есть есть определённая разница между одеянием, и поэтому это общее предупреждение. То ли ходить в шатёр без одежды, то ли коснуться к мисбях без одежды, одно и того же смерть. Здесь по-другому. То есть если они заходят в шатёр, то смерть без обмывания руки и ноги, или заходят или коснуться к мисбях без обмывания руки, и тогда что будет? Тоже смерть. И тут очень красиво понять насколько Раши чёткий. Он прям всегда Раши вот каждое слово прям очень чётко определается положение. Я почитаю. Бевоам Элло Елмойед, когда они подойдут к шатёр, да? Что делят там? Что они там делают? Лактир шахарит кубен арбайм ктейлос поставит благовония внутри шатёр утром или вечером или лахазот бризгать мидам пар коэна мошиях когда есть коэн который его посвяцили например на войны или какие-то других службы он принес какую-то жертв приношения то этого кров этого его жертв приношения бризгали внутри шатёр в отличие от других жертв приношений или когда была проблема с идолопоклонничеством то искупление которое принесли за идолопоклонничество произошло где внутри шатры почему раши перечисляет причина обмывания руки зачем это надо объясняет ребе что есть большая разница когда Кухен подходит к мезбех приносить жертв приношения к любой част его служба он висел из мезбех или начал другая работа он поднимает с снова в мезбех должен подойти еще раз приносить еще раз дилет еще раз что-нибудь он должен за каждый подход обмывать руки и ноги на каждый подход к мезбех в отличие чем этого когда он заходит в шатри ты перед заход в шатри моешь руки заходишь и там можешь делать проводить полдня делать пять видов работы как хочешь зашел обмывал руки до того зашел ты можешь там находиться не надо каждая служба выходить обмывать руки и заходить заново например утром какие службы были у голова священника в храм он должен поправить свечей в мнору и он должен зажигать благовоние он не должен для того чтобы поправить мнору обмывать руки и ноги заходить а потом выходить обмывать руки и ноги заходить зажигать приносить нет не надо один раз достаточно один раз поэтому говорит ребе посмотрите есть утром есть вечером утром и вечером и есть исключение двух видов жертвоприношений когда их надо приносить надо специально под них выходить обмывать руки и ноги и возвращаться все другие виды службы при нахождении там постоль хлеба другие виды любого другого обмывать там пол почистить труб протирать что-либо другое находиться просто учить тору не знаю любой вид причина нахождения внутри не надо еще раз обмывать руки и тут ребе добавляет еще раз какая-то маленькая резюминка как всегда есть очень интересный спор между Раши и Рамбан что произошло когда зажигали свечи в Минору Рамбан считает что утреная поправка свечей это не просто почистить стакан вот этого чаша и подготовить его к вечерам нет он почистил добавил масло и зажег после этого была следующая служба по порядок дней следующая служба была приносит благовоние Раши так не считает Раши считает что начало дня просто принесли благовоние а почистить чаша Минору не надо было зажигать ее поэтому это не служба это просто подготовительный процесс поэтому Раши когда он начинает наши комментарии он говорит только о службе одна вида приносит благовоние не Минору почему утром не такой службы вот как Раши очень очень четко подбирает своих слов и тут надо спросить вопрос почему такая наоборот надо было когда я захожу к святою от наружной то что называется Азара вот окружающий храм наоборот меня на каждой шагу на каждом шагу я должен обмывать руки почистить себе больше если я подхожу к Минору это один раз потом благовоние второй раз потом идти положить хлеб третий раз почему там внутри где намного святой намного надо быть осторожной там достаточно один раз обмывали руки утром зашли находились там полтора часа два часа все нормально а наружная часть там надо на каждом касании к мисбер надо заново мыть руки и ноги мыть руки и ноги мыть руки может быть по несколько десятков раз где почему так говорит рабе ответ духовный весь храм был планирован за образ духовного душа когда мы занимаемся наружным мисбер жертвовник наружной части что это означает мы идем на работу мы занимаемся материалом жизни мы занимаемся простыми вопросами там надо быть четки понять где чисто и на каждом шагу проверять очищение или не очищение это делается правильно или неправильно поэтому лишний раз не бывает надо обмывать руки и ноги еще раз и еще раз сколько надо сколько только надо надо обливать руки и ноги. Когда ты находишься внутри, к святою, во время учения Тору, во время молитвы, во время Фарбрентген, ты занимаешься внутренней нашей душой, заходишь, обливаешь руки, уже мы знаем, что ты чистый. С двух исключений. Когда надо приносить специальные жертвоприношения, по, например, и для поклонничества, иди в мой руки еще раз. Иди в мой руки еще раз. Это искупление. Надо еще раз метнуть. Ты коснулся грязь, ты коснулся к какому-то вопросу грехов, иди в мой руки еще раз. Когда ты внутри, когда ты занимаешься чем? Занимаешься освящением храма, твои хесед, гвуот и ферос, свечи, 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 которая там есть, иди туда. Когда ты приносишь благовоние, благовоние, как мы можем, может быть, встретим это, надо самому подготовиться к этому тему, это очень серьезно, там благовоние, это была очень серьезная служба. Там символировано разных качеств у евреев. И там надо было добавлено даже плохого запаха, как грешники, потому что лишь не оставляем ни одного еврея вне этого службы. То есть это была целая служба, которая нужна была для того, чтобы поднять душу евреев. Это была внутренняя работа. Это была очень серьезная работа. Поэтому вот это один раз хватит. Подойдем к следующему вопросу, который обсудим сегодня. Это будет пол шекела. Пол шекела – это начало в нашей главе. Можем сразу открывать. Вот в тридцатой главе, тринадцатый пасук говорит Тору «Зе и дну». Это должны давать. Что это за «Зе»? Это. Что это за «это»? Вот это вот такое выражение в Тору. «Это» было написано еще в менору. «Это». И было еще написано в благословлении месяца. «Это». «Месяц этот». «Месяц этот» написано. «Да». «Да». И когда говорит Всевышнему с Моше о чистой или нечистой, то есть кошерной или не кошерной животной, он тоже говорит это. «Да, да, да». Почему так? Это означает, что было тут особое отношение к этому. Написано про менора, что Моше не знал, как их делать. Не понимал, но не дошло. Поэтому Всевышнему показали ему огненную мнору и говорят, вот такая. Вот такой образ она должна иметь. Кстати, это не помогло. И бросали просто вот нужное количество золота и чудесным образом она вышла уже готова. Потому что не получилось. Действительно, очень тяжелая конструкция. Второй, когда мы говорили о Новый Месяц, Моше хотел четко понимать, какая это должна быть Луна, которая считается уже обновленная. Она же выходит из... на свет, типа она уже встречает Солнце и она появляется в каком-то определенной форме. Когда это считается, что вот это считается уже обновленной. И написано, что Всевышнему подняли ее над облак и говорят, вот такая. вот такая Луна, вот это, того, что я говорю с вами. Вот такая Луна, вот она хороша. Хорошо. Третье, естественно, ну Моше не был ни биолог, ни зеолог. И не жил там среди всех всяких разных видов таракана и прыгающих всяких разных видов. Но надо ему показать вот это, вот это, вот это. Это кошерно, это не кошерно, это кошерно, это не кошерно. Понятно? Доходчиво, да? Когда мы говорим о Польше, написано тоже, что Моше ничего не понимал. Поэтому Всевышнему показали ему огненную монету, вес Польша, шекела и говорим вот такой. Вообще непонятно. Что тут не понять? Ну, четко указано. Больше шекела это монета. Монета не 50 копек, как в Украине есть. Не понял, что смешно? Ну, давай, объясни. Сравнение, что это не 50 копек. Чего? 50 копек, это мы говорили, что нет такой монеты. Монета должна быть названа, если была монета, которая называется полгривна, это полшекель. Полгривна, полгривна, это полшекель. 50 копек, это не половина, это 50 копек. Да? В Америке тоже есть монета, была, ее не производит, полдоллара. Полдоллар раньше времен, он был слитым золотом, да, мы говорим о 60-х годах, еще было слитым серебряным, серебряным, поэтому есть несколько коровинов, которые сохранили вот этого монеты и пользуются, когда приносят перед Пурима вот этого полшекеля, они пользуются вот этим полдолларом. Да? В Мигдала Эмек, он он кенадец, но он сохранил вот этих трех половина доллара и пользовался ими. Ну, вот такой. В Израиле, поэтому в Израиле из-за этого есть полшекеля. Такая монета, которая называется, полшекеля, не 50-х годов. Полшекеля. Да. А в Европе нет такой. Есть 50, есть там 10 цент, 20 цент, 50 цент, нет полиэвро, не бывает. А как там евреи полмена? Ну, берут Израиль, берут Америка, кого есть, как. Всяких разных видов монеты. То есть, надо, что будет название. То есть, Тору выясняет, что вес, какой вес должен быть, то есть, она говорит, что шекель это 20 гера, это определенный вес в серебряной, полшекеля это 10 гера. Определенный вес. И вот этого веса не должен быть просто кусок серебра в этого веса, нет. Это должен быть слитая, монета, которая на ней запечатана, полшекель, и это надо давать. Давать это одновременно и не частично. То есть, нельзя расплачиваться потом. Не надо давать там 10 10 огород, 20 огород, 20 30 копеек, нет. Должен быть полшекель одновременно отдан. Ну, вы все поняли, да? А может, что не мог понять? Не мог. Что так непонятно? Зачем ему надо показать огненной монетой? Вообще непонятно. Что такое сложно? Сложно было из-за того причина, который в Савишнему говорил, что надо давать полшекель. В Савишнему говорит, что этого полшекель должны должны давать для того, что будет искуплением вашей души. Искуплением вашей души. Какое искупление? Искупление за грех золотой тельца. Что? Что? Польша у Мошель не мог это понять. Почему не мог это понять? У него не могло укладывать. Мы только что знаем, что все принесли все, что у них было дома. Все их желания. Они положили полностью все в корзину. Золото, серебро, мед, всяких разных тканей. И так быстро все носили, что за очень короткое время просили отказываться больше привозить. Не надо больше привозить. То есть они отдали всю их душу туда. А ты говоришь нам сейчас, что пол Шекель это является искуплением нашей души. Пол Шекеля. Более того, закон про пол Шекель очень внушительный. Если человек говорит не хочу давать пол Шекель или у меня нет деньги на пол Шекель что делается? Берет от него силу. Силу есть определенные назначенные люди отсюда они должны идти и вымогать от него пол Шекель. Если он бедный настолько что него не хватает взяли от него в залог его одежда его кровать и матрас и прям продали для того чтобы получить пол Шекель. И человек при этом говорит не хочу я давать не спрашиваем тебе и это и есть искупление еврейский душ но как это понять когда я даю что хочу это не считается это не искупление на грех золотой золотая пилца а когда от меня вымогают не спрашивая мы видим кстати еще я вспоминаю сейчас еще двух местах где вымогают например когда суд принял решение что этого мужчина должен давать развод жену должен давать развод по разных причинам которые должен давать не спрашивают уже и он говорит не хочу отказываюсь и мы знаем что развод должен быть пожелание мужа а от него говорят если нет отказываю не хочу то и кстати сегодня это делается очень жестко в Израиле очень жестко не хочешь сразу отсюда в Туме сколько надо да а что не понятно да да дай развод дай развод не хочешь без проблем в Туме что платить это один вопрос оплата не оплата это совершенно другой вопрос это другие другие системы не смотри за сегодняшние современные судьи это совершенно другой подход там есть выплаты которые касаются ктуба касается разное это тема совершенно другая вопрос о деньгах он потом разбирается не связывается с разводом развод это развод ты должен давать развод тебя решили, что ты должен давать развод. Не хочешь давать развод? Ну, это другой проблем. А если человек уехал, суд будет оплачивать людей, чтобы его нашли? Сегодня всегда делали. Вопрос это называется агуна. Женщина, которой муж бросил и уехал, это называется агинут. В еврейской истории было безмерное количество ситуаций, которые к этому вмешивали самые большие раввины, самые большие праведники, поискать этого мужчину и вернуть его, давать гет. Если ты хочешь, не хочешь быть женой, дай гет, уходи. Не мучай человека. А дай гет, уходи. Поскольку что еврейская женщина без развода не может жениться, не может замужем, но еще раз. На нее это страшное мучение. Поэтому дай развод, уходи, куда хочешь. Дальше. То есть, тогда берут мужчина и в древних временах прямо его били на ходу, пока он начал кричать хочу, хочу, хочу. Ты говорил, хочу. Дают. Но если он говорит, не хочу, бьют, пока он не говорит, хочу. То есть, мы заставляем ему хотеть. И когда он говорит, хочу, вот берут. То же самое, когда человек согрешил в чем-то, и суды говорили ему, принесли выговор. Хочешь, не хочешь, это один вопрос. Ты должен приносить храм искупление, корбан, хатат. Должен. Он говорит, не хочу приносить. Нет. это такое. А тебя будут вымогать, пока ты скажешь хочу. Но ты должен сказать хочу. Должен сказать хочу. Если ты не говоришь хочу, то не отстанут от тебя. А в Польше не надо сказать хочу. Берут и берут. И все. И нет обсуждения. И берут, и вымогали, и все. И нет вопросов. Поэтому тут реально непонятно, ну что это за искупление такое? Ну очень странное искупление. Ребе объясняет, что надо понимать заповедь. Пол Шекель он охватывает это называется в глубокие, более серьезное учение, подход к учению и закону в Торе есть два такие линии. гавра и хевца. Что такое гавра? Гавра это человек. Хевца это виш. Например, я обязан одевать филин. Кто обязан? Я человек. Вот, свинья не кошерная. кто не кошерная? Свинья. Это виш, а это я. Иногда оно соединяется. Меня нельзя есть свинью. Свинья не кошерная. Почему? Она не кошерная, виш не кошерный. А я не могу есть, потому что меня ввели не есть. если, например, смешанный допустим, курица. Курица по закону Тору можно есть молоко? Можно. Мудрецов велели не есть. На всякий случай? Нет, нет, есть причины, других причин. Не есть. То есть, получается, что кто запрещен? Курица и молоко. Они в чем-то виноваты, ни в чем не виноваты. Мудрецов говорили, их не есть. Кому? Мне. Человек запрещен с ними идти в контакт есть их. Но они не являются ни кошерными. В отличие, например, от говядины и молока, что говядина и молока нельзя получить от нее никакую пользу. Нельзя ее продавать, нельзя ее подарить. Ее надо сжечь и выбросить. Потому что она сама не кошерная. Вы же самой не кошерная. В пол шекела есть соединение оба сторон. Должно быть самой пол шекель. монета, которая, как мы говорили, называется, она выглядит как монета, в определенной вес которой называется пол шекель. Вот такой вещь мы можем положить в цдаку для пол шекела. Иначе невозможно. И кто должен, кто обязан человек. Иначе вымогает до конца. Что символирует этого пол шекела? он символирует первую половину. Я один. Это только половина. Часть еврейского народа, часть всевышнего. Я никогда не целый. Я част. Кроме того, этого виш, как говорит Раши, должен быть огненной. Что символирует о самой моя душа. Самой корень души. Выше всего. И это ты должен давать. Но этого корень души должна быть собрана от определенного веса. Десять гера. То есть хохму, бина и дас и чувственные качества хэсэд, гвурат и фэрэ должны быть включены внутри. Они должны быть полностью в ней. То есть когда ты огненный, когда ты держишь корень душа, все твои качества они тоже меняются. Они тоже становятся совершенно другими. И когда ты вкладываешь вот это, то ты уже другой человек. Ты уже другой человек. И поскольку ты другой человек, у тебя есть искупление. Есть что какая-то проблема или что случилось? Что нормально? последний, последний, который я хочу успевать с вами, это по греху золотая тела. Золотая телца. Давай откроем вот наше начало вот этого тема. тридцать опаздывается моше спуститься из гора. Они собрались на хрон и говорим и говорим о кем ос с лану элехим ашер и и лху лефонейно делайте нам богами которые будут ходить с нами потому что этого человек мы не знаем что с ними происходило давай что они просили аргумент и просьба какой аргумент и какой просьба что они пласятся почему при чем тут бог ну нет так делай давай назначим вас лидер при чем тут бог что за аргумент странный давай давай договоритесь кто-то будет другой вместо Моше хорошо делай нам какой-то образ замена Моше при чем тут бог что они просят посмотрите того что написано тут что они говорят Моше опаздывает мы не знаем что с ним происходит поэтому нам что надо зачем зачем не понимаю первые только что мы вышли из договора это было сорок дней назад сорок дней они увидели бога увидели все что только могли увидеть увидели в открытом красном море того что не видели даже самые большие пророки позже они увидели очень-очень много то есть видеть сказать что какой-то телец золотой цвета будет заменить того что они все видели кроме того прямо слышали от Всевышнего не от Моше два первых заповедей мы говорили об этом я бог вашей не будет вам другими богами они подходят к Аарон спустя сорок дней и что говорят ему Моше не пришел делайте нам бог зачем может бог вместе с Моше ищем не они так в Египте мы же привыкли поэтому маршрутка просто пришла да что 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 там я все понимаю но это странный аргумент я говорю аргумент аргумент какой Моше нет делайте нам бог при чем тут бог люди не любят когда кто-то опаздывает ух ты маршрутка не маршрутка я хочу верить что даже если пришла маршрутка вы просто оставались и ждали Моше я хочу верить в этом несмотря что вы не ждете конец Фарбрэнген Моше бы ждали я хочу верить в этом да но я еще раз еще раз ну аргумент странный очень странный аргумент согласитесь вообще непонятно что они что они тут говорят что говорили что говорили что говорили аэрон баю имер аэрон говорите им аэрон полку незмея зор сабирите вот все укрышения которые у вас есть аэрон 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 ми адам, он взял это от них вайоцар ойсой бехерет. Как это перевод? Что такое? Что он делал Арон? Так написано в русскоязычный перевод. Прям так? Вот мы видим, что мы говорили об этом много раз, что переводы есть, комментария. На самом-то деле, что делал Арон написано так. Что такое вайоцар? Слово вайоцар? Что такое вайоцар? Ойсо бехорет? Написано в раши два вариантов. Вайоцар из слова кашелок, црор. Мы это встречали, когда вышли из Египта, цророте им ал шихмам. Црор, на святом язык, это кашелок. То есть, первый вариант. Арон собрал это в кошельке. И что делал? И что делал тогда? И бросали его в хорет. Хорет это в печку. И бросали это в печку. Второй комментарий, и раши доказывает, но на святом языке, почему именно так надо говорить. И второй, который написан в переводе, что он взал это, и сидел, и начал его гравировать. Как он это делает? Как он такое делает? Как он такого делает? Он не понимает, что нельзя помогать для поклонничества. погибли хор. Ты знаешь, что это заповедь от Всевышнему? Что ты не готов жертвовать собой Лады Всевышнему? Ты сидишь и начинаешь гравироваться. Мы говорим о святой человек. Бояться, не бояться? Почему тут бояться? Ну, конечно. Что он начинает гравировать себе? Или собрать вообще золото? Как это понятно вообще? Ответ действительно, Ребе пишет об этом очень длинный, очень серьезный, он многосторонный ответ. Я часть от него разложу, что евреев не просили идолопоклонничества. Не просили. Они говорят, у нас нет мужа. Мужа был посредник. Нам нужен посредник. Нам нужно заменить мужа. Элогим, мы говорили много раз, мы видели это в главах Мишпати много раз. Элогим, это может быть или правитель, или судей, или, ну, такой человек, который имеет власть. Это тоже называется Элогим. Они говорят, делайте нам такую вещь, которая будет транслировать нам Всевышнему. дайте нам дайте нам замену, Моше. Того, что под концу, спустя одного дня, часть из народа Израэля начала начал идолопоклонничества заниматься. Это отдельный вопрос. Мы говорили об этом в прошлые годы, я скажу это еще раз. Сколько человек погибли после этого? Сколько? Сколько человек? Из 2 миллиона? Это не... Того, что не остановили, это в этом была вина, другое дело. То есть, сколько человек мы говорим? 3000, это только несколько десятков тысяч. Ну, не важно. Это несколько десятков тысяч от миллиона, 2 миллиона человек. Это не какой-то прям... То есть, получается, что они действительно не понимали, что теперь нам делать. Нет, Моше. Дайте нам, Моше. Дайте нам что-нибудь. Аарон что пытается делать? По первой комментарии Раши, он пытается максимально не отвечать за этого. Он вначале говорит им, принеси, пожалуйста, золото от жены и дети. Надежда, что они не принесут. Принесли. Он этого не берет к себе. Не написано, что Аарон взял это и взял это к себе. Нет, он принимал. Он принимал, и первый комментарий, он собрал это в кошельку и бросал этого огня. И тогда написано Медраж. И Раши этого указывает, что подошел Миха, бросал вот табличка, которую Моше писал, подними БК, и вот вышел такой и такой БК. Или по другим причинам, что вышли там волшебники, которые это делали. Второй комментарий, Аарон это делал. И тут реально серьезный публик. Как Аарон сидел и рисовал образ определенной вещи. Это запрещено. Об этом объясняет Ребе, что как начинается бит идолопоклонничество. Есть законы. Например, если написано, что если человек еврей поднимает какой-то образ, ставит его в определенную позу, ставит его стоя, и еще не поклоняли ему колено, еще не служили ему. Просто поставили его. И тогда пришел чужой человек, другой человек, и поклонял колено, и молился как святина к нему. Вот это называется идолопоклонничество. Почему? Еврей должен не только говорить, хочу, я хочу производить идолопоклонничество. Не хватает. Человек должен действовать, принимать действия для идолопоклонничества. Просто вера внутри не хватает? Нет. Должно быть действие для того, что нарушать. И поэтому Аарон, который не принимал, не понимал это как свое, этих имуществ, это осталось их имущество, и он пытался потянуть время, и гравировал, гравировал себе, он от него не делал идолопоклонничество. Того, что они потом взяли от него, поставили, и начали совершить идолопоклонничество, это Аарон не имеет никакого значения. Он к этому не причастен. Он не просил это делать, он не хотел это делать, он не хотел, что будут так делать. И тем не менее, оно считается не совсем, считается упущением Аарон, что он это позволил делать. Тем не менее, но сказать, что он в чем-то виноват, и он наказуемый из-за этого, нельзя говорить, что он наказуемый. Тут Ребе очень красиво объясняет, что как начинается скользкая дорога в сторону идолопоклонничества. Все начинается с чувства, что я имею мнение. Объясню. мы встречаем в Тору много разных мнений у мудрецов. Мы должны знать, это Рамбам объясняет, очень интересно, я надеюсь, что с вами учились в Табаколе, если нет, надо, наверное, посвятить за этого несколько уроков. Рамбам объясняет, это очень красиво, что весь мнение, которое мы встречаем, у разных мудрецов, они имеют определенную зона, где они спорят. То есть истина, она одна и большая. Спори происходили по каких-то других причин. То есть невозможно, что будет спори о того, что говорил Муше, того, что мы получили в наследство от Муше, от его судьей, где начали спорить, спорить начали с непонимания о добавленной мнении мудрецов. Вот там начинается спори. И тем не менее, после того, что мудрецов спорит, нельзя говорить, что одно мнение правильное, а второе неправильное. То есть это ложь. Нет. Это правильное мнение. Она имеет божественную причину быть. И это правильное мнение. И она имеет правильный быть. Принимаем закон по большинству. То есть действовать будем как одно мнение. Но вес этого является правдивой, чистой, божественной мнением. У всех мудрецов. Когда человек начинает говорить, что это правильно, а это неправильно, то есть рабан Гамлиел был прав, а раби Акива не дай Бог был вообще ложный, это неправильно. Когда это происходит? Когда чувствует, что его мнение превыше всего. вот это начинается. Когда он говорит, есть тут я, а есть другой. Вот я должен понять, если я не понимаю, все чуже, все неправильно. Потом начинается бит, я хочу, а я не хочу, я буду, а я не буду. То есть этого я буду выполнять, а этого я буду выполнять, с этого я буду учиться, а этого я не хочу учиться. И третье, это уже идолопоклонничество. Есть мой Бог, а есть твой Бог. Есть того, что я верю, есть того, что ты веришь. Это идолопоклонничество. И вот об этом мы должны учиться в нашей главе, что идолопоклонничество запрещено. Мы должны верить в единство и знать, что есть единый Бог, и его истинно, и все евреи, его души истинно. Шабача.